я буду сегодня рассказывать про анализ интерпретацию данных мониторинга я работаю принципиальным разработчиком в команде в команде solarwinds да там мы работаем над бэкапным солюшеном solarwinds backup занимаюсь этим уже четыре чем-то года и так сложилось что где-то полтора года этих четырех я был большей части ответственен за клаудную часть проекта вообще проект это онлайн бэкап то есть там есть клиент есть клаудный storage и после того как я немного отошел от клаудной части я перешел в архитектурную команду и сейчас ответственен как бы еще и за клиентскую и так получилось что мне пришлось жизнь меня свела с задачами мониторинга то есть когда я работал на клаудной части там основные задачи были это улучшить перформанс и стабильность чтобы это улучшить надо сначала разобраться поэтому там был мониторинг мы когда начались какие-то задачи по клиентам то есть это тоже большая часть большая часть работы состоит в сборе и анализа данных я хочу сказать что я не являюсь каким-то академическим специалистом по мониторингу и по статистике поэтому что-то могу говорить не так ну собственно все что я буду рассказывать это мой опыт то есть я надеюсь что он правильный но ошибки могут быть везде поэтому если вы видите что что-то не так то пожалуйста поправляйте меня я буду очень рад знать что-то новое итак давайте начинать зачем вообще нам говорить о статистике анализе мониторинге чему вообще это важно существует такой стереотип про разработчиков расхожий что основная работа она заканчивается с релизом то есть мы до релиза все пашем а после релиза все отдыхаем то есть вот такая такое вот есть представление ну где-то правильное но на самом деле жизнь она немножко посложнее с она в целом все так но не совсем когда у нас случается релиз туда кто-то может дыхать но какие-то другие люди начинают очень интенсивно работать думать и потеть все почему потому что вот есть такая диаграмма тут к сожалению не видно стрелок но они все по часовой стрелке соединены стрелками то есть это три это собственно жизненный цикл эволюции любого довольно сложного проекта то есть чего он состоит он состоит из каких-то внесения изменений исправлений то есть это верхний круг то есть это здесь наша разработка здесь наш релиз здесь исправление дефектов добавления фич после этого идет стадия мониторинга когда мы смотрим на то что у нас получилось собираем информацию и дальше идет стадия ализа когда мы на основании того что у нас получилось принимаем какие-то решения что нам дальше надо делать и что изменять вот это вот в широком смысле измерения анализ это есть то о чем я буду сегодня рассказывать то есть ну в широком смысле это мониторинг что вообще можно мониторить ну можно мониторить какие-то показатели эти показатели обычно называются метриками какие бывают метрики на самом деле их бывает очень много они зачастую зависят от какого-то нашего того что мы разрабатываем что мы делаем но если мы говорим о разработке то здесь есть какие-то общее то есть это если у нас есть какие-то сервера то мы там можем мониторить нагрузку можем мониторить там cpu память диск использования использование ввода вывода сетевого сетевых интерфейсов есть метрики которые уникальны для каждого приложения ну например если у нас есть какой-то сервис у него есть какая-то опишка мы можем смотреть за какое время выполняются какие запросы сколько у нас каких запросов сколько у нас пользователей ну такого рода вещи если у нас клиентское предложить приложение как например у нас то нам интересно вот у нас есть там сколько то 200 тысяч кастомеров у них у всех клиент наш но у нас постоянно что-то выходят новые версии и нам например интересно знать сколько у нас людей каков процент людей на актуальной версии но если говорить о нашем салюши не то вот нам например очень интересно знать среднее время бэкапа ну и не только среднее вообще за какое время у людей проходит бэкап ну и также знать что он завершается например успешно 90 процентов людей ну потому что это нам дает какую-то уверенность что как рассказывал мой коллега роман люди обычно один раз устанавливают бэкап потом про него забывают и вспоминают только когда надо ресторить ну и чтобы хорошо заресторить надо сначала хорошо забэкапить ну и поскольку они об этом забывают что помнить об этом надо нам то есть нам надо следить за тем что у всех все идет хорошо чтобы в случае какого-то инцидента человек получил назад свои данные ну еще у нас есть такие метрики конкретно в нашем проекте как используемый сторидж то есть это что чем сколько человек на своей машине выбрал данных для того чтобы бэкапить сколько это занимает на наших серверах ну такого рода характеристики какие вообще цели бывают мониторинга то есть мониторить можно в разных немного аспектах то есть во первых есть такой тип мониторинга который генерирует нам какие-то notification и алерты это значит что мы написали какие-то скрипты например у нас есть там продакшн сервера мы на них написали скрипты когда все хорошо нас ничего не беспокоит когда что-то начинается плохо то есть например там начали из рейда ошибки лестере приложение начало потреблять много памяти или цпу приходит нотификация ну и на эту нотификацию то есть но это по сути уведомление о проблемах ну эти нотификации они должны быть быстрыми точными и надежными ну быстрыми в том смысле что письмо о том что у вас там вчера что-то было плохо вам в принципе уже бесполезно вы об этом уже и так узнаете от своих клиентов точными в том смысле что false positive его должно быть по минимуму потому что эти нотификации они могут приходить и ночью если нотификация приходит ночью значит саппорт будет какого-то там девопса или кого-то и он идет решать проблему ну если там каждый день в 4 утра просыпаешься и видишь что это false positive то но это как бы не сильно хорошо ну и кроме того эта система должна быть надежной то есть вы должны сами в нее верить вы должны верить что если писем нету то все хорошо ну и тут еще важно понимать что если писем нету и все нехорошо то значит что-то у вас в этой системе не так и что-то надо менять то есть то что писем нету это не надо короче идти к этой надежности также мониторингом можно пользоваться как инструментом для решения проблем то есть вот когда вам пришло такое сообщение смс к в два часа ночи что сервер не работает вам надо быстро разобраться почему он не работает для этого надо понять в чем собственно проблема то есть в этом смысле может пригодиться мониторинг в виде какого-нибудь дашборда где мы видим основные метрики сервиса сервера и видим собственно что там происходит более детализированно для этого мониторинга тоже он должен быть быстрым потому что мы когда экстренная ситуация ждать три минуты пока загрузится страница это не вариант он должен быть простым потому что чаще всего смотреть вот это будете стрессовые ситуации то есть то же самое в 4 утра то есть там что-то сильно думать времени нету но в то же время он должен задержать по возможности все что вам может подсказать о природе проблемы то есть это тонкая грань между простотой и самодостаточностью сложнее всего как говорится сделать просто но к этому надо стремиться он должен всегда давать актуальные данные желательно в каком-нибудь высоком разрешении то есть там с точностью до секунды говорить сколько вот в эту секунду было запросов сколько времени заняла их обработка потому что часто проблемы приходят не по одной то есть сначала начинается например медленно стал работать диск вследствие этого выросла там очередь запросов выросла память ну то есть и когда все это происходит примерно одновременно то высокое разрешение но собственно помогает понять что явилось причиной чего и принять правильное решение ну и кроме того здесь все-таки нужно не только актуальная информация но нужно еще некоторая история ну хотя бы несколько дней ну в идеале месяцев потому что иногда что-то что повторяется изо дня в день можно принять за проблему то есть например у нас в 8 часов утра там какой-нибудь пик запросов потому что люди приходят на работу включают компьютеры и у нас увеличивается количество запросов и если примерно в это же время произошла проблема можем решить что это причина проблемы но если мы посмотрим на несколько дней назад и увидим то же самое вчера и позавчера то мы поймем что это наверное не относится и будем искать в другом месте то есть это может сэкономить нам время еще тип мониторинга это какие-то отчеты о статусе то есть это примерно такой же дашборд как и для инвестигации только с немного другими характеристиками я после этого слайда покажу несколько примеров чтобы было понятнее ну здесь характеристиками является большой ретеншн то есть эти данные собираются за большой интервал чтобы можно было видеть какие-то долговременные изменения в системе то есть можно было посмотреть информацию за год как вообще что у нас происходило что происходит сейчас куда мы движемся этот отчет должен быть предельно понятен для людей которые не являются специалистами в статистике потому что как только вы нарисуете такой отчет то есть вы можете вы нарисовать для себя но он выглядит очень эффектно вы на него смотрите и понимаете что вот да вот как вот работает наша система и в итоге его начнут потом показывать людям бизнеса потому что по этому отчету очень легко например ответить на вопрос например чем вы занимались год почему ничего не изменилось то есть можно показать вот посмотри дорогой человек бизнеса у нас год назад было в два раза меньше людей и в два раза больше времени мы тратили на обработку запросов сейчас у нас людей в два раза больше мы работаем там в два раза быстрее то есть прогресс все таки есть но очень важно чтобы по этому отчету данные читались правильно потому что абсолютно правильным цифрам можно сделать абсолютно неправильные выводы это я тоже покажу дальше ну и последнее такое самое интересное применение мониторинга это как средство изучения как бы как это перевести открытие чего-то нового своей системе то есть зачастую перед тем как придумать какую-то новую фичу надо понять что она действительно нужна то есть фичи и какие-то новые новая функциональность она появляется не на пустом месте ну и чтобы это понять надо настоящему знать свою систему ну и в этом помогает мониторинг ну для этого типа важно наличие большого объема данных разных ну зачастую наперед вы не можете сказать что вам пригодится поэтому чем лучше тем чем больше тем лучше ну и гибкость в работе с этими данными то есть если предыдущие вот статусные для инвестигации инструменты их можно настроить какие-то стандартные дашборды их может вам настроить какой-то другой человек и вы просто будете пользоваться то здесь очень важно уметь самому работать с данными потому что зачастую много чего приходится пробовать и вы не знаете что что в конце концов он вас привезет к успеху и каждый раз как бы дергать какого-то человека просить его что-то сделать зачем вы не знаете сами это может быть долго и неэффективно вот я говорил примеры вот например так у нас выглядит два дашборда один это по состоянию сервиса есть он вот за 15 до несколько часов вот это дельта здесь количество запросов время выполнения там очереди на сокетах различные такие характеристики второй дашборд это очень похож но там совершенно другие данные то есть если в первом это состояние за последние там пару часов то вот это общее состояние системы за последние пару месяцев то есть там вверху нарисовано например распределение клиентских приложений по версиям то есть какие-то сколько там люди в среднем бэкапят средний объем бэкапа там распределение запросов ну то есть они похожи но они различаются в основном периодом и как бы метриками которые тут нарисованы ну что важно для этих собственно как для первого так и для второго дашборда важно держать их предельно простыми то есть они должны быть понятны особенно это касается дашборда которые для решения проблем то есть если у вас будет например количество запросов нарисовано вот так вот то собственно информации здесь много а пользы от нее никакой потому что вы ну ничего не поймете вы здесь не увидите проблему если у вас там одна из этих линий это 500 ошибки например на сервисе то вы никогда в жизни не увидите ну хорошо вот например когда так то есть у нас есть какие-то три класса 5 классов запросов мы их все нарисовали их 5 их не так много они все отдельно видны и вот например отдельно отдельно от всего ярким красным цветом мы рисуем ошибки то есть у нас случаются какие-то ошибки клиент получает там отказ от обслуживания то это рисуется отдельно и это видно сразу но это не настоящая картинка нас такого нету специально для конференции я нарисовал ну что еще важно помнить при работе с такими дашбордами особенно когда я говорил про статусные дашборды это вот помнить о существовании такой цитаты который очень много правды что есть ложь наглая ложь и статистика кто-нибудь знает кто автор этой цитаты правильно марк твен что это значит это значит что цифры у вас могут быть правильными вы можете абсолютно правильно собрать цифры но нарисовать их можно так что выводы будут совершенно отличные ну то есть это можно конечно где-то и выгоду почерпнуть но мы сейчас не об этом предположим что мы хотим видеть актуальную картину ну это значит что данные надо очень аккуратно представлять потому что даже если вы понимаете то не факт что кто-то другой поймет тоже правильно вот например есть такой такое средство для отображения информации как стект граф это когда нас сначала рисуется одна метрика поверх нее рисуется другая то есть плюсуются к ней ну например вот какой-то наш график это распределение клиентов по версиям то есть вся шкала это 100 процентов то есть там 60 процентов занимает зеленая версия там 10 желтая ну и что здесь хорошо видно что когда вот например появилась новая версия мы видим что вот она здесь появилась и вот люди которые были на зеленой версии они сейчас на этой версии часть людей то есть это хорошее средство для представления данных но им надо пользоваться осторожно суть в том что вот если вы нарисуете например количество запросов на стект графики и нигде не напишите в том что он стект то человек который случайно забрел ваш этот дашборд он может подумать что например вот синих запросов их существенно больше чем зеленых хотя на самом деле их примерно одинаково они просто нарисованы так одни один над другим но в этом смысле можно немножко добавить фона написать явно что это график стект чтобы она стала ну чтобы он отличался от остальных и было понятно что что то здесь особенное еще один замечательный пример как можно на ровном месте ввести людей в заблуждение это вот кто-нибудь может сказать во сколько желтая метрика больше зеленой во сколько раз примерно вот да есть вариант в два раза есть в 10 с лишним на первый взгляд кажется что в 2 но потом мы замечаем что шкала у нас логарифмическая и вот это вот в 10 с лишним раз больше чем вот это ну и тут как бы ничего особо не поделаешь ну единственное надо все время подписывать оси и в названии даже можно указывать что вот это вот логарифмический график осторожно что еще ну еще классическая классический пример тоже есть две метрики желтая зеленая во сколько желтая больше зеленый раз во сколько в 20 ну здесь шкала не логарифмическая но процентов на 20 да правильно шкала не логарифмическая но можно неискушенный зритель может подумать что желтая больше зеленого в два раза но опытный эксперт по статистике заметит что здесь ось игреков начинается с тысячи то есть если нарисовать с нуля то выглядит это будет вот так то есть ничего особо страшного но как бы когда человек не так глубоко системой как вы заходит и смотрит на это он может сделать совершенно неправильные выводы и принять какие-то решения не проконсультировавшись с вами поэтому надо ну не знаю как сделать это гарантированно но надо по крайней мере стараться рисовать так чтобы было понятно всем ну на этом с примерами все давайте перейдем к наиболее интересной части это анализ данных мониторинга ну в целях исследовательских целях как вообще можно анализировать данные как можно что-то какую-то информацию из них получить но тут действует общий жизненный принцип что в любой непонятной ситуации надо думать но я сейчас приведу схему которая на общность не претендует наверное но по крайней мере для меня она работает ну что надо делать ну вначале надо собрать данные ну зависимости от того где они у вас находятся это будет проходить по разному но в основном такие данные они хранятся либо в логах либо могут храниться в какой-то базе если вы собираете статистическую информацию со своих сервисов в отдельном месте ну если у вас там просто много сервисов на каждом свои логи то возможно вам придется применить какой-нибудь инструмент типа анти было чтобы все это собрать на одну машину ну и к тому же тут я не буду бросаться словами big data но сервисы могут генерировать много логов если у вас например несколько сот серверов собрать логи со всех них на одну машину у вас скорее всего не получится поэтому вам примерно надо прикинуть какие данные вас вам надо и собрать вот эти данные себе ну или анализировать их распределенно как как то как более удобно ситуации дальше данные надо подготовить то есть вы собрали какие-то логи из них надо вычленить то что вам нужно то что интересно то что вы собираетесь анализировать но опять же инструменты я чаще всего использую стандартные вениксовые гре павк также если данные у вас хранятся в какой-нибудь вы можете загнать в принципе данные в ски и использовать какой-то язык запросов не обязательно в ски и можете в другую базу использовать язык запросов базы ну и последний такой шаг то есть в общем случае это анализ данных но крайней мере мне кажется что наиболее наиболее простым способом получить информацию можно просто визуализировав данные то есть для этого можно использовать не надо каких-то особо навороченных инструментов можно использовать просто excel и много чего можно на самом деле посчитать и такой простой инструмент который есть у каждого может сильно помочь но если нужно что-то сложнее то можно использовать ну опять же sql можно использовать специальные средства анализа данных то есть есть такой специальный язык ар то есть он для работы статистическими данными ну и плюс есть matlab и его open-source аналог octava который тоже заточен на анализ данных ну теперь немного про визуализацию вот давайте пример небольшой жизни нашего проекта вот к примеру у нас есть база данных она периодически бэкапится дампами то есть дамп это по сути запросы sql и и бэкапится на инкрементально то есть у нас есть н дампов то есть в каждом дампе там сколько-то запросов и мы из них начинаем базу собирать обратно и у нас выясняется что она собирается очень долго и у нас есть лог от сборки то есть мы видим что вот мы взяли первый дампик накатили его началось это в 26 18 26 09 закончилось в такое время ну и так по каждому чанку таких чанков у нас больше тысячи вопрос как нам с этого лога что-то понять ну можно конечно по скроллить что-то у меня по прибавлять получитать возможно мы что-то увидим можно не увидим но собственно простой способ это нарисовать вот такой график вот здесь вот чанки по сути то есть количество изменений здесь время сборки и тут мы ясно видим что есть собственно скорость сборки линейная не комбинация двух линейных есть чанки которые накатываются быстро есть которые медленно и нам сразу понятно где нам надо искать проблему мы можем просто глядя на этот график сказать что например вот здесь можно взять чанк посмотреть что внутри происходит и загадка будет разгадка загадки будет там ну и ничего сверх сложного мы не сделали просто из лога достали несколько цифр и нарисовали в excel и график другой пример например у нас тоже абсолютно из проекта предположим у нас есть какой-нибудь сервис него есть опишка в опишке есть пусть 200 запросов разных пусть не 200 пусть 50 сервис внутри сложно устроен и какие-то запросы используют какие-то общие части сервиса и могут то есть выполнение одного запроса может влиять на другой запрос то есть в общем случае мы считаем что это ненормальная ситуация и хотим найти такие запросы и подфиксить их так чтобы было неважно то есть например кто-то там пришел добавлять пользователей из этого те кто читали пользователи или те кто читали там информацию о продуктах начали получать ответ медленнее то есть ну и просто так по коду пойти найти места пересечения между запросами это сложно ну то есть это не знаю если сервис большой то это наверное невозможная задача то есть не имея никаких направлений куда искать но у нас например мы пишем блок вот за какие-то интервалы времени то есть вот первая минута вторая третья сколько заняло выполнение запросов например в среднем и у нас есть такие данные по всем запросам вопрос собственно можем ли мы как-то найти запросы которые похожи что зависят друг от друга самом деле это тоже можно с помощью визуализации легко найти если мы нарисуем такой график здесь по одной оси за одни и те же единицы времени нарисовано время выполнения одного запроса по другой время выполнения другого запроса ну и мы видим что они как бы очень похоже что они линейно зависят с между ними есть линейная корреляция ну это в целом в общем случае может как говорить так и не говорится наличие проблемы но мы теперь знаем что там есть какая-то зависимость и мы можем пойти туда посмотреть убедить ну когда мы знаем конкретные два запроса знаем где искать что найти это не сложно где они могут цепляться друг за друга если взять другие цифры то корреляции может не быть ну или она имеет более сложный закон и как бы здесь можно не искать ну визуализировать в принципе это если у вас 20 запросов то это например 400 картинок все это смотреть глазами довольно сложно но на самом деле вот на матлабе на октаве можно написать такую программку абсолютно несложная вот она здесь берет информацию по двум запросам считает корреляцию если корреляция больше 0 9 то есть над не единицы и меньше то рисует нам графики пишет эти два запроса и дальше мы по этим данным же можем решать что нам смотреть что нет еще вот такой интересный пример я говорил что мы занимаемся бы капом и одной из ключевых характеристик пока появляется его скорость то есть нам интересно за сколько у людей в среднем ну и да сколько у людей вообще сколько у людей занимает бэкап ну эта характеристика она мерить меряется продолжительностью бэкапной сессии то есть человек нажал на кнопку бэкап и через 40 минут например бэкап закончился или через минуту бэкап закончился то есть вот это вот время это есть продолжительность нас есть поскольку у нас централизованное с управление клиентами у нас хранится вся информация всех сессиях то есть у нас есть цифры по которым мы можем посчитать например среднее время капа то есть вот тут нарисовано от января до июля среднее время по всем нашим клиентам ну в среднем там сколько-то 2000 секунд то есть 40 минут среднему человека в день занимает бэкап вот вопрос собственно вот мы нарисовали это среднее время что нам с ним делать вот мы можем принимать какое-то решение есть у нас проблемы или нету кто думает что ну да вот похоже что увеличивается с другой стороны обычно раз объем данных которые бэкапятся тоже увеличивается ну увеличивается так не сказать чтоб сильно ну непонятно давайте попробуем нарисовать чуть посложнее пойдем среднее квадратичное отклонение вот это вот среднего времени мы его нарисовали и видим что она раза так в два больше чем среднее время что это значит с точки зрения статистики я не буду углубляться я не совсем в этом компетентен но для нас это значит одну простую вещь что ориентироваться только на среднее время в этом случае нельзя потому что внутри этого среднего времени может происходить все что угодно то есть нам надо собирать какие-то другие ну смотреть на какие-то другие показатели кроме среднего времени ну например можно нарисовать гистограмму вот это вот один день из января там было с января по июнь у нас то есть вот так вот нас распределено было время бэкапа то есть но ширина столбца здесь 5 секунд ну и по вертикали нарисовано количество людей которые попадают ну которых время бэкапа попадает вот этот диапазон то есть хорошо вот в январе было так в июне стало вот так то есть стало хуже то есть у нас те люди которые раньше вы капились там за несколько за 20 секунд сейчас бы копятся за минуту почти ну и в целом оно поползло сторону увеличения времени бэкапа хотя ну здесь вот она явно видно хотя на среднем времени но ну вроде как немножко видно было но совершенно не очевидно это дает нам много информации то есть это нам дает понимание того что есть проблема но это нам не дает собственно понимание откуда она взялась если мы в июне нарисовали такой график то с января до июня много чего было что можно сделать еще есть вот такая вот замечательная штука которая называется hitmap то есть это по сути мы рисуем это по сути трехмерный график здесь по вертикали длительность сети по горизонтали время то есть с января по июль и цветом обозначена собственно количество людей которые попадают в эту длительность то есть по сути это много много гистограмм которые развернули в другую плоскость и нарисовали друг за другом и здесь мы видим собственно динамику развития системы то есть вот мы кстати можем заметить что график ну картинка полосатая ну я явно видны вертикальные полоски клонить есть предположение что это такое да это выходные но если присмотреться еще видны недели не вернее извините вертикальные полоски это ночь а выходные это чуть более вот такие вот ну что мы здесь можем видеть здесь мы можем видеть две проблемы то есть во первых то что мы видели на гистограмме что быстрые люди стали немного медленнее и во вторых вторая проблема что у нас какого-то момента появилось много людей у которых бэкап занимает ровно пять минут ну поскольку данных у всех по-разному то это выглядит подозрительным ну и на самом деле вот это вот оказалось дефектом то есть у нас скорость синхронизации локальных данных после бэкапа она линейно зависела от времени то есть со временем становилось все медленнее и медленнее то есть на самом деле релиз был вот где-то здесь версии где за introduction был этот дефект но сказывается оно начало только здесь то есть поймать ну вот он дополнительно ucci Продолжение следует... Решить, что это проблема и незамедлительно начать с этим бороться. Первое кажется более страшным, но на самом деле второе отнимает время и более часто, ну и с ним понятно, что делать. То есть вот, например, такой пример. Вот задачка. У нас есть сотни тысяч клиентов и они все в какое-то время в течение дня бэкапятся. Вот, казалось бы, логика говорит о том, что это очень много людей, время бэкапа это случайная величина в среднем и распределение в течение дня должно быть примерно равномерное. Ну а если мы его нарисуем, то оно будет выглядеть вот так вот. То есть оно ни разу не равномерное и большинство людей начинает бэкапиться в начале часа. Ну это потому, что у нас можно выбрать время бэкапа и, ну как вы понимаете, редко кто выбирает 13.46. Обычно все выбирают 13.00, чуть реже 13.30, например, ну и совсем 13.15, 13.45. Ну то есть, казалось бы, наше предположение абсолютно логично, но абсолютно неправильно. Ну и эти вещи, они важны, потому что, ну их надо знать, принимая какие-то решения системе. То есть вот докладчик передо мной, который рассказывал про программирование в актерном моде, упоминал, что у нас сейчас в среднем люди бэкапятся один раз в день, а будут раз в 15 минут. Ну и вот, зная эту картинку, надо думать, как их развести по времени, потому что если все люди придут, будут приходить в 13.00, 13.05, то это очень большая нагрузка и очень много проблем будет. Еще одна замечательная проблема, которую мы себе придумали, вот есть у нас такой механизм, как автоапдейт. То есть у нас периодически выходит новая версия, мы ее выкладываем на специальный сервер, и все старые версии обновляются на эту версию. И проверяют они там раз в 4 часа, апдейт занимает там какие-то секунды. Казалось бы, через день все должны обновиться. Когда мы первый раз начали следить за распределением по версиям, мы вот увидели картинку досюда и очень испугались, потому что выглядит так, как будто у нас для какой-то части людей не работает автоапдейт. А когда не работает автоапдейт, это очень печально, потому что человек когда-то установил и забыл, сам он обновлять не будет. И получается, все проблемы, что мы нашли, их решение к нему не попадет. Ну и это очень серьезно. Как всегда, такие проблемы находятся обычно в пятницу после обеда. Мы серьезно занялись изучением этой проблемы, изучали ее до субботы. Ну и выяснилось, что все люди, которые не обновились, они в отпуске или машина выключена. То есть кажется, это такие вот редкие события, исключительные, которые не должны влиять на статистику. Но тем не менее, когда у вас достаточно много людей, вы их увидите. И, ну, казалось, проблемы нет никакой. Надо было просто подождать. Вот мы видим, что со временем люди подтягиваются. Еще пример, когда мы немножко неправильно столковали данные. Вот был у нас сервис. И вот там, где нарисована синяя стрелочка, был релиз новой версии. И через день после релиза начались проблемы. То есть начало увеличиваться драматическое количество ошибок. Ну, какое может быть предположение, с чем это связано, увеличение количества ошибок? Ну, с релизом, да, конечно, с релизом. Все подумали, что с релизом очень долго и героически. Ну, не очень долго, но героически искали проблему в новом релизе, перечитывали код, перетещивали. Оказалось, что вот у нас на сервере запускалась периодическая таска, то есть она запускалась каждую ночь и занимала там какое-то время. То есть мы по приколу решили построить графичек за последние три месяца, как время ее изменялось. И получили вот такую вот штуку. То есть время выполнения этой таски росло по экспоненциальному закону еще задолго до релиза и просто вот перешло через какой-то порог и все просело. То есть проблема в итоге оказалась с тем, что у нас на этом сервере были SSD-шки. Мы на них писали много данных, а у SSD-шек есть лимит. Сколько данных туда можно записать? И мы начали приближаться к этому лимиту. А в SSD-шке хитрый как контроллер. Когда ты приближаешься к лимиту, она тебе ничего не говорит, но писать начинает медленнее, чтобы протянуть подольше. И в итоге все резко просело. То есть мы в итоге переехали на той же версии на реплику, и все стало очень быстро. Вот, собственно, что я хотел рассказать. Напоследок приведу несколько ссылок, если вы захотите мониторить свою систему, анализировать данные. То есть первое, это Grafana, это инструмент для рисования дашбордов, как я показывал. То есть там красивые графички можно рисовать. Prometheus и Grafite – это системы хранения time-series данных, то есть метрик. То есть они являются бэкэндами для Grafana, то есть они хранят данные, и Grafana их рисует. R и Octava – это, ну и MATLAB еще. Это то, чем можно пользоваться для какого-то более глубокого анализа ваших данных. На этом все. Спасибо. Вопросы. Секундочку, вопросы в микрофон надо задавать. Как мы помним, за самый лучший вопрос у нас подарок от компании SolarWinds. Вот просто интереса ради, а сколько всего вы данных за суток собираете? За сутки? Еще раз можно? Сколько данных, ну, по объему, за сутки вы собираете? За сутки? Ну, примерно. Я не считал, если честно. Ну, хотя порядок там. Ну, вот я могу рассказать, что вот график там взят про среднее время. Чтобы его нарисовать, я собрал 10 гигабайт данных. То есть это для того, чтобы, ну, по каждой сессии собиралось таймстэмп начала и таймстэмп длительность. Вот таких вот записей 10 гигабайт. Ну, в среднем там сервер, не знаю, ну, они разные все. То есть у вас нет какого-то централизованного хранилища для данных? Смотря для каких. Ну, то есть у нас есть данные, которые логи. Они хранятся отдельно на каждом сервере все. Потом мы постим какую-то статистику с клиентских инсталляций. Мы это постим, это часть нашей как бы бизнес-логики. Там своя база. Потом есть еще база, куда постятся какие-то исключительные ситуации, то есть какие-то ошибки. Это отдельная база. Потом на клиенте есть своя база, где там хранятся, не знаю, какие настройки, какая-то метаинформация о бэкапе. И которая синхронизируется на наш storage. То есть, ну, это нужно для того, чтобы работал бэкап и рестор потом. Ну, то есть это тоже, в принципе, информация, которой мы имеем доступ. Ну, то есть там нету никаких конфиденциальных данных. То есть там, по сути, та же информация о сессиях. Ну, к этому мы тоже имеем доступ. Ну, вот таких вот баз, не знаю, там, несколько терабайт. Ну, сколько логов, я не берусь сказать. То есть, чтобы найти какую-то проблему, вам приходится лазать по многим местам, да? Ну, да, да. Ну, когда мы ищем какую-то конкретную проблему, мы примерно понимаем, где нам искать надо. То есть, ну, в целом, да. Можно иногда реколбасить много данных перед тем, как что найти. А в одно место не пробовали согнать? Ну, есть такие мысли. Пока до этого не дошло. Ну, понятно. Спасибо. Вопрос такой. Вы рассказывали о том, что искали проблемы, смотрели корреляцию между какими-то параметрами. А вы это делаете руками или все-таки нашли какой-то способ автоматизировать этот процесс? А я же показывал. Нет, вы показывали, да, кусочек в Матлабе. Но я говорю о другом. Я говорю о том, что вы собираете статистику. То есть, вы можете регулярно ее прогонять, собирать ее автоматизировано и пытаться искать какую-то корреляцию, которая вдруг сплыла, соответственно, появилась проблема. Ну, периодически мы сейчас не ищем, но, в принципе, тот же Матлабовский скриптик, его легко куда-нибудь автоматизировать. Хорошо. Второй вопрос. Статистика штука полезная, и для оборудования есть такой ресурс, как наработка на отказ. Вот с SSD-шками это хороший пример. Вы не пробовали прогнозировать, когда вы ожидаете падения какого-нибудь оборудования, что надо заменить его? Нет, но мы такие вещи мониторим, да. А, то есть, только мониторите, только уже по факту? Ну, как? То есть, вы имеете в виду, что... Ну, я имею в виду, что... Ну, в SSD есть, на самом деле, health-статус какой-то. То есть, он там репортится не совсем очевидно. На тот момент, когда была открыта эта проблема, мы его не мониторили. Но, в принципе, когда мы начали думать в этом направлении, мы там нашли какой-то инструмент, который нам показал, что да, действительно, вот SSD, остаточный ресурс, там сколько-то там, 20% и что-то такое. То есть, ну, после того, как мы это нашли, мы вот это начали мониторить. То есть, вы не пытаетесь. Ну, я просто пример приведу с машиной. Вы там отъездили, там 15 тысяч, знаете, что нужно поменять фильтры и масло. Вот такой пример. Да, ну, у серверов, которые железные, у них есть гарантийный период. То есть, он, по-моему, то ли 2, то ли 3 года. То есть, вот это тот период, в котором мы их используем. То есть, когда гарантийный период подходит к концу, то железо меняется. Хорошо, понятно. Ну, какой-то такой... Раз, раз. У меня вопрос. Собирали ли вы статистику по пользователям на основании количества общих файлов между ними и использовали ли вы эти данные, что файлы у многих пользователей могут совпадать? Ну, то есть, по хэшам, допустим, то есть, однотипные одни и те же файлы. Использовали ли вы эти данные для минимизации перекачки данных в ваши облака, а просто, чтобы сослаться на то, что файл уже есть в облаке, и не нужно его по сети гонять от пользователя? На самом деле, тут есть проблема с общими файлами. Дело в том, что перед тем, как заливаться на наш сторидж, все шифруется на клиенте, и один и тот же файл у разных людей будет в зашифрованном виде выглядеть по-разному. То есть, ну, мы не можем шарить какой-то... Ну, они шифруются разными ключами. Понял, спасибо. Ну, поэтому это не совсем. Ну, в целом, как бы, процент таких файлов не очень большой. Ну, то есть, например, если это Windows-машина, то там будет порядка 10 гигов каких-то стандартных DLL-ек, экзешников. Все остальное, в принципе, будет уникальное. Ну, то есть, точной статистики у меня нету, но что-то примерно такое было, да. Я хотел спросить пару нюансов. Во-первых, в случае с вот этой вот умирающей SSD-шкой, получается, у вас данные уже были собраны, но вы их не подняли сразу, так? Ну, эти данные, они были в логах, лежали. То есть, ну, логи мы храним там за какой-то период. Получается, вы заранее логируете там практически любые показатели, которые только можно предположить. Как вы выбираете эти показатели? Как вы решаете, что нужно, о чем нужно собирать данные, о чем не нужно? Ну, это хороший вопрос. Ну, тут как бы надо найти какой-то компромисс. Что-то, ну, все логировать невозможно. Ну, то есть, мы, например, логируем время всех запросов, которые к нам приходят. Если в бэкграунде запускаются какие-то таски периодически, ну, что-то там наш сервис решил делать, то вот это тоже все логируется. То есть, вот это вот был график как раз от такой таски. Ну, тут, наверное, получается, нужно подключить еще какую-то чуечку, чтобы выбрать необходимые для логирования данные. Это, наверное, тема для отдельного доклада. И еще маленький момент. Это в статистике есть такая штука, как можно совпадение. Зачастую есть примеры, когда данные, которые на самом деле никак не завязаны, по графику очень четко коррелируют. Учитываете ли вы это как-то? Нет, безусловно. Я же последние примеры, собственно, что показывал. Я то и хотел донести, что надо очень осторожно интерпретировать данные, потому что статистика – это очень сложная вещь. И если вы увидели, что что-то коррелирует, ну, корреляция – это как бы не гарантирует зависимость. Ну, то есть надо очень критически подходить к выводам, которые вы делаете. Это, к сожалению, был последний вопрос. Остальное можно обсудить в колуарах. Ну, и сейчас нам нужно выбрать лучший вопрос. Давайте пробьем данных. Пробьем данных. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...